Ровно 10 лет исполнилось областной федерации карате. Созданная группой единомышленников, она за это время превратилась в солидную организацию, настоящую кузницу спортивных талантов. Наша съемочная группа побывала на праздничном вечере, который состоялся в ККЗ «Панорама». Егор Ткачев уже не первый год занимается карате. В один из клубов при областной федерации его привела мама. Хотя и сам парень понимал, что в его 10 лет надо иметь хорошую физическую подготовку. Решил заниматься, потому что хотел поддержать свое здоровье. Не видел, что моя физическая подготовка довольно-таки слабая и решил попробовать. И в итоге вот до сих пор занимаюсь. Таких, как Егор, в клубах региональной федерации карате занимается уже более тысячи учеников, разделенных на группы по возрасту. Под руководством 16 тренеров высшей и первой категории они постигают два вида специализированной соревновательной программы – ката и кумите. Региональные власти отмечают большие успехи, которых тут добились за 10 лет. Уже три человека входят в сборную команду России, готовятся выступить на первенстве Европы. Уже есть мастера спорта. И самое главное, что работа идет именно на результат. Это мы поддерживаем. Победы тверских спортсменов заметны и на федеральном уровне. Об этом рассказал Олег Кошелев, член президиума Федерации карате России, который подчеркнул, что самые большие успехи у Верхнего уже еще впереди. Десять лет – это колоссальный путь. Ведь полное название карате – это карате-до. Их главный иероглиф – это до, это путь. И вот сегодня Тверская Федерация прошла первые десять лет своего пути. Несмотря на праздничное настроение по случаю юбилея, а также предстоящего Нового года, расслабляться некогда, говорят тренеры и спортсмены. Совсем скоро их ждет важное испытание на этом пути под названием карате-до – чемпионат Тверской области, к которому ведется напряженная подготовка.